Как действует судьба злая? Она приковывает в себе память, и постепенно у человека теряются силы. Вот вы думаете, думаете о своей проблеме, и дальше что происходит? Вам всё тяжелее жить. Заметили? Но именно так, это почему вы думаете? Потому что так делает злая судьба. Это её задача приковать вас к себе, чтобы вы думали, думали, думали о своей жизни, забыли обо всём, и потом вам стало ещё хуже жить. Это вот такой способ. Это то, что делает злая судьба. Теперь, когда человек помнит о тех, кто молится, но вместе с ним повторяют молитву, очень важно, что надо повторять именно вслух. Потому что, когда человек повторяет про себя, то это действует ум, а не разум. Разум живёт в звуке, та сила, которая побеждает судьбу, живёт в звуке, а ум сам находится внутри судьбы. Он сам себя победить не может. Вот, допустим, что делает память судьба, а что делает внутри? Она заставляет вас думать о себе. И когда вы мысленно повторяете молитву, вы же тоже думаете. Получается, мысли сражаются с мыслями. Какие мысли победят? О себе, конечно, однозначно. Но если вы вслух что-то говорите, звук сильнее мыслей. Запомните. То есть разум сильнее ума. Поэтому молитва повторяется вслух. А если очень сильно действует судьба, то её надо повторять вообще громко. Можно пойти куда-нибудь, где никто вас не слышит, и громко просто повторять молитву. Понимаете? Есть молитва, которая культивирует любовь. То есть можно с помощью вот чувства, внутреннего чувства к Богу побеждать судьбу. Если у тебя уже большой опыт есть победы над судьбой, и также если судьба не так сильно действует, тогда можно просто по-доброму, спокойно повторять молитву. Но если очень сильно действует судьба, а тебе очень плохо, то тогда очень громко надо повторять молитву. Какое-то время хотя бы, чтобы почувствовать спокойствие в сердце, чтобы стать сильнее судьбы.